Мы с вами продолжаем книгу Хафетс Хаим, мы приближаемся к окончанию, и сейчас мы говорим про Рухилут. Что такое Рухилут? Сплетничество. И в принципе понятно, что сплетничество это не намного лучше, чем сама Лошонара. В чем разница, не вспомнишь? Если убрать телефон, может быть скажешь разницу? Что такое Лошонара? Определение, коротко, в двух словах. Нет, это нанесение какого-либо вида ущерба или унижение достоинства. Рухилут это когда у нас пустозвонство, которое приводит к ухудшению взаимоотношений. Если про это узнают. Если про это не узнают. Если один человек сказал другому, то другой про это узнал. Речь не идет о том, что узнает человек, о котором говорят. Ты сейчас говоришь, что Авраам сказал Ицхаку про Якова. Яков ничего не узнает, но Ицхак стал относиться хуже. Все, это Рухилут. Да, ущерба может быть прямого нет. Хотя очень часто на самом деле может быть ситуация, что Рухилут постепенно в определенных ситуациях перерастает в Лошонара. Потому что человек ухудшил отношения к кому-то, потом он скажет, что у него с ним отношения хуже, не хочу у него заказывать. И в итоге это может выйти и в ущерб. Это тоже не нужно забывать. Потому что мы говорим, что непосредственно от слов у нас нет ущерба, нет умоления достоинства. Ухудшение отношений это тоже ужасно. Но тем не менее мы сказали, что у нас и в Лошонара, и в Рухилуте есть моменты, когда это говорится с конструктивной целью. Понятно, что если человек считает, что он из этого сможет узнать что-то конструктивное. То есть, к примеру, мы к примеру приводили, с кем не стоит общаться. И общение с этим человеком в итоге может привести к ущербу и так далее. То в таком случае он может выслушать это. И нету проблемы. Это не будет считаться Рухилут. Это будет считаться конструктивным. То есть, если я говорю, что не веди с ним бизнес по такой-то, по такой-то... Не веди с ним бизнес, потому что там есть такие-то и такие-то проблемы. Да, там были такие-то и такие-то проблемы. То это... Мы сказали, что у нас есть здесь на 50-й день в этой книжке. Есть 7 условий, которые должны быть и в конструктивном Лошонара, и в конструктивном Рухилуте. Я могу их на одной ноге прочитать. Основаны на информации с первых рук или тщательной проверке. Мы сказали, что в Рухилуте, в принципе, достаточно сказать четко, что я это получил из вторых рук. Но стоит этого опасаться. В сплетничестве это можно. Совершенно очевидно, что тот, о ком говорят, не прав. С данным человеком беседовали, он не меняет своего мнения. Информация с безупречной точностью. По поводу Рухилута мы сказали, что есть места, где можно чуть-чуть преувеличить. Лошонара нельзя преувеличивать. После этого конструктивные намерения, а не наказать злодея. Наказать злодея не считается конструктивным. Нет другого способа для достижения. И не будет неоправданного ущерба. Это по поводу картошки мы всегда говорим. Которые в сталинские времена шли на энное количество лет за несколько килограмм картошки. Которые собрались с убранного уже поля. Это неоправданный ущерб. Да, он взял. Правда, он взял. Но то, что сейчас он получит такое наказание, оно абсолютно неоправданное. Тем более, что по еврейским понятиям вообще он взял разрешенное, как бедня. Потому что обычно это были люди, которые брали, у них нечего было кушать. Но даже по нееврейским понятиям, сколько стоят эти несколько килограмм картошки, сколько несколько лет лагерей. Цена? Нужно информировать рассказчика. Того факта, что сообщение важно для слушателя, недостаточно, чтобы Аллаха разрешил Рахилут. Мы продолжаем сейчас просто. Нужно, чтобы у рассказчика была еще конструктивная цель. Цена? Поэтому, если человек рассказывает сплетни, не зная, что для того, кто слушает, это важно, то мы говорим, это да, Рахилут. Может быть, для того, кто слушал, это не будет Рахилут, потому что он сейчас смотал на ус необходимую информацию. Но если сплетник ему это рассказывал, то это у меня Рахилут. Слушатель, дающий ему высказываться, нарушает заповедь «Лифней и вер», кто продолжает? «Лифней и вер лотитен михшоль». Перед слепым не ставь препятствия. И даже мы сказали, слушателю можно было слушать. Он сейчас будет использовать эту информацию. Но если рассказчик рассказывал просто так, трех параде, то получается, что слушатель, хоть он сейчас и был заинтересован в этой информации для дела, он подставил рассказчика. Поэтому в такой ситуации слушатель должен сказать, ты знаешь, что вообще-то это Рахилут, мне ты можешь рассказать, потому что я сейчас, мне это разрешено, мне это необходима информация знать. Но вообще такие вещи рассказывать нельзя. То есть тот, кто слушает, даже если он сам ничего не нарушает, казалось бы, с точки зрения Рахилута, он обязан будет предупредить. Цена? Потому что мы живем, извините, не по русским или нееврейским понятиям, когда его проблемы. Слышали такое? Это не моя проблема, это его проблемы. Элизер, это мои проблемы. Есть такое понятие, которое говорит про еврейский народ. Кол Исраэль, арывим зе лазе. Мои проблемы. Все это? И мы не можем сказать, ну, мало ли, твои проблемы ты и решай. Еврейский подход совсем другой. Не нужно быть психом-одиночкой. И даже если ты не псих, то одиночкой быть нехорошо. Мы должны жить как часть общины. Я хотел сказать общественное, но я специально исправляюсь на общину. Почему? Когда ты говоришь общество, то это что-то глобальное звучит. Когда говоришь община, то это люди, которые тебя окружают. И это выражается в огромном количестве вещей. Конечно, самое легко сказать, в поселениях это очень ярко, когда там родился ребенок. Родился ребенок в течение недели, иногда двух. Несколько раз в день приносят еду. И главные блюда, и гарниры, иногда еще и салаты. И помогают. Иногда помогают с детьми и так далее. Или пока в больнице помогают с детьми. Или иногда происходит, кто-то умер. Скорбящему запрещено готовить еду. То же самое. Приносят еду. Приходят помогать даже убирать и так далее. И просто даже приходят, чтобы немножко подежурить, чтобы человек не остался в одиночестве, если мало людей. Почему человек скорбит? Ему сейчас нужно и выговориться. Но на самом деле это касается, это могут быть уроки, которые есть. По шаббатам. Сейчас был шаббат, где в каждой еврейской общине были уроки такие, уроки всякие. Уроки для мужчин, уроки для женщин, уроки для детей. Твои дети ходили на уроки? Конечно. То есть, на ночные. На ночные, на ночные. То есть, есть уроки у нас в поселении. Это вообще, ты идешь в 3 часа ночи. У тебя, здесь толпа побежала с одного урока на другой. Здесь еще, причем здесь детская толпа, здесь полудетская. Там ты слышишь, дети читают речитативом текун. Там читают еще что-то. Там они бегут на урок. Естественно, и дети, и взрослые. Но эта часть, я специально сейчас беру, не школа. Мы не говорим сейчас про обязательную учебу. Вот совсем с этим не связано. Нормальные взаимоотношения, это когда человек не одиночка. Иногда так хочется остаться. А? Иногда так хочется остаться и посидеть там, а у тебя спидеть. Пережитки прошлого. Хотя согласен. Так я только твои детей. Нет, я не по поводу детей, я по поводу... Когда тебе помогают очень много, то иногда у тебя ощущение, очень хорошо, что вы помогаете. Но дайте посидеть. Дайте посидеть, дайте хоть что-то. Дайте вздохнуть. Дому дайте отдохнуть. Я понимаю, но если ты вдумаешься, что лучше, то что тебе помогают и иногда перебирают, или если тебе не будут помогать, то вопросов здесь быть не может. Понятно? Седор, есть всегда перекосы, ты прав. Это жизнь. Лучше перекос в хорошую сторону, чем перекос в плохую. Поэтому это абсолютно нормально, то что мне важно. Человек не одиночка, он думает про других. И про других нет, некоторые говорят, а чего? Я товарищ вольно неженатый, мне там сколько там, 40 лет, я вольная птица. И про тебя. Тебе же не 40. Ему 39. 39 и 40. Я понял. Значит мне еще не 50. Фух. Еще пару месяцев можно подышать. Дыши. Дышу. А что вы хотите на день рождения? Это мы срежем. Я скажу, что я хочу от каждого, чтобы он выучил на мой день рождения мне подарок. Что, мама? От тебя может быть и мама. Но не свадебный маймер, а маммар на элуль. У-у-у, согласен. А кто тебе сказал, что я тебе буду легкую жизнь давать? Так что лезет никуда, ты не уезжаешь. Кто? Элуль-эта август. Элуль-эта август, в эл-уле он здесь. Так что, видишь, тебе уже подарок заказал. Каждый, кто захочет сделать подарок, подходите, я закажу. Свой подарок. Это для меня будет самый большой подарок. Нет, мне нужен не подарок, то, что ты выучишь, то, что тебе сейчас нужно делать. А то, что ты выучишь, потому что это часть, ты взял это, поставил себе как намеченную учебу. А не, я выучил браху, это для вас подарок. Это не для меня подарок, это для тебя подарок. То, что ты сейчас можешь сказать правильную браху, или то, что ты сейчас делаешь Аллаху так, как это необходимо. А вот то, что ты возьмешь и специально добавишь к учебе ТОР, это для меня да, подарок. Понятно? То, возможно, ситуация, когда один из собеседников рассказывает другому сплетню, и в это время подходит человек, для которого это важно. Первые двое, один рассказывает сплетню, второй слушает сплетню, оба нарушители. Третий, который подошел, он сейчас заинтересован, правда? И ему разрешено это услышать. Может он слушать или нет? А как он узнает, о чем он сказал? Проходил мимо, услышал, подошел, заинтересовался. А, то есть он услышал? Не ему рассказывали, он шел, услышал, что Авраам Эдсхак беседовали. Да, про Якова. Про Якова. А этот Йосеф, он заинтересован, ему нужна эта тема. Значит, он может подойти и послушать? Нет. Прежде всего, правильный ответ – нет. А потом, правильный ответ будет, что он не может, он должен подойти и сказать, извините, ребята, это Лошонара. Или это Рехилут, в зависимости от того, что они говорят. А откуда он знает, это Рехилут или, ну, они говорят про Якова. Вопрос, если они просто говорят треп, который ухудшает к нему отношения, или они унижают его достоинства и наносят учеб. Это разница. Вопрос, если он слышит разговор, что они говорят про Якова, то он не может определить. Они говорят хорошее, они говорят плохое. Может, они про Якова говорят, что он… Какой Талмит-Хахам? Да, да. Если он не знает, то, естественно, что он критиковать не будет. Но если он сейчас подошел и услышал, вот, Равьяков, гад такой, ходит… Так-то, скажем, то это сразу ухудшает отношения. Если он понимает, что он как раз-то с Равьяковым может поговорить и объяснить ему, и тот его услышит, то для него это очень актуально. Услышать критику по отношению, чтобы потом эту критику облечь в форму, которая будет услышана и исправить. Помочь человеку исправиться. Но то, что он сейчас это слушает… Это не есть хорошо. Это не есть хорошо. Почему? Не из-за его каваны. Его кавана хорошая. У кого плохая кавана? У рассказчика. У рассказчика, у первого слушателя. Поэтому он должен сейчас остановить. А может быть, и хороший кавана у слушателя, в каком смысле он слушает… Ты должен посмотреть. Может быть, Авраам рассказывает Исхаку, потому что он думает, что не только Юсеф, а Исхак тоже может повлиять. Тоже может быть. Да, это такая ситуация. Он должен посмотреть и оценить. Все, что связано с словами, это вещи, которые очень субъективны. И очень связаны с контекстом. И очень связаны с пониманием того, кто говорит и кому говорит. Потому что один и тот же текст. Если я сейчас буду говорить о том, что, ты знаешь, Авраам 14 часов учит Тору в Бет-Мидраше. Я сказал, хорошую вещь или плохую? Хорошую. Ты его знаешь. Смотря кому. Если я скажу какому-нибудь антирелигиозному, который говорит, вот бездельники. Скажет, ну конечно, целый день бездельничает. Ни на что. Пальцем о палец он ударить не готов, он только бездельничает. Это хорошо или плохо? То есть, в абсолютном смысле, я сказал, идеальную информацию, супер положительную. Но если я это говорю неподходящему человеку, то субъективно это будет восприниматься как негатив. Получается, все, что я говорю, оно должно иметь... Я должен пропускать это через абсолютное понимание информации, через субъективное понимание тем, кто говорит, субъективное понимание тем, кому говорят, мое субъективное восприятие и после этого принимать решение, есть проблема или нет. Это нелегко? Нет. Совсем нелегко. А кто же считает, что жить легко? Единственное, что тебе легко, и не потому, что на самом деле это легко, а потому, что ты привык. Это то, что ты делаешь инстинктивно. Тебе легко. Хотя тот, у кого этот инстинкт не работает, для него это тоже тяжело. Понимаете? Но то, что ты инстинктивно дышишь, ты говоришь, а что? Это легко. Да, скажи, что легко дышать человеку, у которого корона, и который не может дышать. Да. Ну, это легко. Или скажи, легко, извините, сходить в туалет. Скажи человеку, у которого запор или понос. Скажи, что это легко. Для обычного человека это легко. Но для определенных людей это проблема. Благосостояние после туалета все знают наизусть? Ты выучил про закрывать или про открывать? Нет, мне просто интересно, про какую половину ты говоришь? Это ты про тех, у кого понос. Я понял. Главное, что открывается, все нормально. Он просуществует немножко дольше. Это то, что тебе говорят. Из двух, то есть, если откроет все, просуществует пару дней. Если закроет все, без воздуха, да. Часть из дыр, это то, что ты получаешь воздух. Просто за три дня мы слышим, она восстанавливается. Что в данном случае, когда открыть все? Открыть, что ты можешь сходить по большому, по маленькому. Это открывать. Ну, это открывать, понятно. А что значит, что если все открыть, я проживу только два дня? Я имею в виду, что если у тебя будет понос жестокий или что-то в этом духе, то больше ты не протянешь. От этого умываюсь и не так. В плане резвом, Ваня? Просто бутылку до морда. Не дайте. Ты сами меняешь. Были, я помню, с детьми вирусы, когда даешь ребенку выпить глоток воды, его сразу и туда, и туда. Такой вирус. То есть, там нужно было изгаляться, вообще там чуть ли не брать шприц, и шприцом там по пол кубика раз в пять минут, чтобы хоть как-то поддержать. До того, как лекарственное. В принципе, без лекарств там выкрутиться было невозможно, поэтому в итоге ехали в больницу и так далее. Есть такие болячки. И если ты скажешь, ну, переболеет. Подождешь три дня, может быть поздно. Потому что, если все открыто, то это тоже плохо. Хорошо все, когда оно в равновесии. Понятно? Поэтому, когда мне говорят, что знаю только полбрахи, то у меня сразу возникает вопрос с этим равновесием. Но ты прав. В итоге мы должны смотреть, пытаться взвесить. Для того, чтобы правильно уметь взвесить, нужно эту книжку читать, читать и перечитывать, и перечитывать. И только тогда ты сможешь более-менее правильно приходить к оценке. И желательно даже не эту книжку в итоге брать, а более оригинальную книжку. Это очень сокращенный вариант. На русском есть только сокращенный вариант. Полного на русском нет. Цена? Есть несколько разных сокращенных вариантов, но это один из них. Разрешается, если важно, не только слушать то, что считается Рахилут, но и попросить рассказать. То есть я сейчас буду, хочу там, начать общаться больше с вот этим человеком. Если ты знаешь какие-то проблемы, что мне не стоит, скажи. Чтобы потом мне хуже не было. Это вполне законный вариант. Или человек хочет шедух. Когда человек хочет шедух, то нужно иметь информацию. Я не говорю, что всегда и все нужно выложить абсолютно. Иногда некоторая информация может быть излишняя. Например, если для тебя это важно, то это один из моментов, которые ты поднимешь на первых же встречах. Значит, но важно это или не важно с точки зрения того, чтобы пойти встречаться. нет цена она одевается в зеленый цвет ну и а ты может быть зеленый не любишь женщине но красный месяц именно алый не вишневый бордовый это уже не красный именно алый цвет галстука советского пионерского а не да скауты здесь есть них не красный галстуки именно пионерский галстук что и что до критично что до критично что до критично если там женщина мы прошеду говорим сейчас она одевается нескромно если речь идет про религиозная из религиозного дома или балотчува это как бы я не говорю что это плохо это нужно говорить по большому счету гер или нигер тоже нужно говорить если есть маленький ребенок который с тобой живет понятно что нужно это говорить если есть большой ребенок который с тобой уже не живет на самом деле это не нужно говорить я имею в качестве нулевой информации если это потом возникает это тоже своего рода отягчающие обстоятельства очень часто но снова таки если речь идет про ребенка который постоянно в картинке это одно если это ребенок который уже давным давно не ребенок вырос ну как бы он есть это же как-то влияет но это тоже вопрос значит так что здесь нужно очень четко понимать для одного человека очень критично чтобы то с кем он встречается был интеллигентным если есть такие такого не слышал а да значит не ниже 2 встречал не ниже 3 не встречал ну ладно как скажешь может быть значит и снова такие человек сейчас устроены или не устроены таки у некоторых понятия устроены подразумевает что у него есть какая-то работа у некоторых устроены это работа дом машина и бизнес а без этого отчего вообще с ним разговаривать снова таки считаю ли я это важным честно скажу нет то есть точнее считаю ли это важным с точки зрения базисного условия считаю ли я это важным с точки зрения развития отношений конечно да потому что если у человека есть определенные требования он сейчас хочет я с одной девочкой встретился неплохая девочка я сейчас говорю когда на шедухе выходил и она мне выдала что она хочет поездить по миру то есть у нее как бы это один из важных моментов что ей хочется путешествовать я не скажу что это был единственный минус но я сказал что мне это совсем не подходит потому что не то что я против путешествий но по миру кататься не мое совсем не мое я могу сказать данном случае я про нее хорошо знаю потому что она потом вышла замуж за одного из моих друзей так как я с ним время от времени общаюсь то прекрасно она первые годы почти каждый год сама даже ездила потом и сколько-то раз они есть но не когда она была беременная только родила там несколько это на не ездила пока потом когда уже могла с точки зрения детей то сколько-то раз она сама ездила сколько-то раз они вдвоем ездили или со всеми детьми ездили там а ему это совершенно не мешает вообще он религиозный у меня они не пол претензии к нему нет ему это совершенно не мешал и часть раз она ездила сама часть раз то есть сама при этом он продолжая работать на нем были все дети на сколько это времени что она уезжала если он это считает нормальный конечно да если он это принимает туда для меня это было бы не нормально это была одна из причин они не вместе работали не работали в разных местах секунду то что очень важно то что бассейн но ей это было у нее это было ну не знаю идея фикс не идея фикс но факт что я думаю что за сколько там 20 с лишним лет что они женаты я думаю что она часть с ним часть без него минимум раз 10 ездила причем там как-то они поехали в африку там ехали не знаю пять страны такое сафари сделали там из страны в и так далее и так далее если я сейчас не вдаюсь то что порам вам это запрещено цена выезжать за границу выезжать за границу но снова таки я нет еще нельзя для меня это была вещь которой я бы с ней не мог поэтому на это вещи мы очень спокойно с абсолютно нормальными отношениями мы к ними в гости на шаббаты ездили они к нам то есть и на бар митвы и на бат митвы это не то что я с ней разругался и сказал ты глупая ты дурная ты не религиозная ни первого ни второй ни третьего я не сказал я сказал что мне такое не подойдет поэтому здесь очень играет роль субъективность цена этому подойдет этому не подойдет получается напрашивается одна идея весь этот археолог и ваше нора он вообще зависит от настроения человека для очень высокого морального человека этого даже может и не быть так получается теоретически если оба и тот кто рассказывает и тот кто рассказывает и тот кто слушает находится на очень высоком уровне ты прав и еще маленький отрывочек чтобы мы закончили позитив тот кто выскакивает на следующий урок может выскакивать да да я через полминуты заканчу иногда рахеолог разрешается случить и в случаях когда информация не имеет прямого отношения к слушателю но человек который рассказывает находится в тяжелом душевном состоянии и мы говорим сейчас про вы говорится здесь очень важно понять прежде всего что это не то что превратится в итоге в постоянку что человек нашел уши куда он может всю гадость регулярно изливать и мы должны понимать что это что-то одноразовое и что ему сейчас действительно необходимо для того чтобы успокоиться а не для того чтобы получить удовольствие цена и при этом все равно нужно постараться чтобы рассказчик не переходил от изложения фактов негативным замечаниям не относящимся к делу можно слушать рахе лут чтобы показать рассказчику что его негативное отношение к событию и другой стороне ошибочно то есть ты слышишь что он не в ту тему уходит ты выслушиваешь и говоришь знаешь я тебя послушал я понимаю почему ты говоришь но здесь у тебя есть коренная ошибка в том-то и том-то и поэтому то что ты сейчас говорил это очень проблематично и так говорить не стоит и это не значит что проблемы нету но и то и то и и и и говорите думать так не стоит но я понимаю что у тебя это так сказать вызывает возмущение на душе нужно справиться таким-то и таким-то образом что вы не хотите уйти к сша 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 посмотреть а вы будете чтобы не пропустить